Идем гулять по Стоун-Сити, или Стоун-Таун, это каменный город, ну типа столица Занзибара, вот здесь крепость каменная, поэтому видимо каменный, здесь улочки очень узкие и запутанные, очень тяжело вообще найти что-либо в принципе, поэтому выгодно брать с собой местных пьющих товарищей, они кстати мусульмане, но при этом пьющие молятся 5 раз в день и пьют, и это одно другому не мешает, они сопровождают везде, ну действительно очень тяжело дорогу найти, и потом берут или небольшую денежку, или просят им купить бутылочку местного алкоголя, сейчас погуляем, посмотрим, что тут есть интересного, вот такие тут везде узкие улочки, и они очень сильно зафанатели от дверей, у них получилось так, что все начали перед соседями выпендриваться, у кого круче двери, и дверь стала признаком статуса, и вообще в принципе богатства, да, поэтому дом может быть самым обычным, вот как в данном случае, но двери должны быть просто, вот обычный дом, в принципе ничего примечательного, но двери должны быть огненные, их делают из стика, из красного дерева, из черного дерева, по всякому украшают, иногда даже смотришь, кажется, что дверь дороже, чем дом сам, вообще по себе, так, тут вот подворотни, но нас интересует, вот этот большой дом, многоэтажный, там красивые резные балконы еще, он сейчас под реставрацией, но вот что интересно, ну во-первых, здесь дверь еще более выпендрежная, тут местный жил очень богатый арабский торговец, в 19 веке, он нажил крупное состояние, вот, естественно, он был сильно верующий, поэтому донатил на постройку местных мечетей, за это его все уважали, но, вот, значит, тут немножко про него написано, можете на паузу поставить и почитать, нажил он свое состояние на торговле рабами и содержал он их на первом этаже, вот первые этажи все зарешечены у него, там жил товар, вот, а там выше уже жила его семья, но вот тоже, да, интересный момент, что ислам, как и Библия, кстати, там рабы регулярно фигурируют в сказаниях, и никто в этом ничего плохого не видит, вот, то есть, вроде как человек жил праведно, там алкоголь пить нельзя, например, вот наш товарищ говорит, что главное пять раз, Саид его зовут, который нас ведет, говорит, что главное пять раз в день помолиться, а потом можно пить алкоголь, сколько хочешь вообще, вот, дверь попроще, победнее, видите, вот, вот алкоголь пить нельзя, Коран запрещает, да, а рабами торговать можно, вроде как, ну, и Библия говорит, что почитай день субботний, никто не должен работать, включая твоих рабов, вот сидят местные дети, тоже возле крутой двери, так, тут у нас, ну, тоже, в принципе, богатый дом, здесь жил богатый англичанин, который занимался, как вы думаете, чем, посмотрите на решеточки, тем же самым, работорговлей, вот, у него тоже модная упендрежная дверь, вот, и сейчас здесь бар и ресторан, но он и за ковиду не работает, и есть даже две пушечки, вроде как настоящие, я плохо разбираюсь, но вот здесь для тех, кто разбирается, есть даже какая-то, какие-то арабские вязи, возможно, кто-то опознает, что за пушка и откуда. Каменный Камнегородск, да, в котором мы сейчас находимся, напоминает атмосферой убуд, здесь живет очень много художников, скульпторов, резчиков и всяких других творческих товарищей, очень много подают наркотиков на каждом шагу, вообще везде, очень много людей пишет картины, что-то режет, вышивает, шьет, сейчас там дальше посмотрим это все, но будут сильно похожи, кстати, мы на широте, примерно, широта или долгота, я не знаю, это вот, которые слева направо полосочки идут по карте, это что у нас, вот, мы примерно на, в районе убуды находимся, вернее, бали вообще, да, ну и собственно климат здесь примерно такой же, то есть мы ниже экватора, так, еще опять дверь, значит, видите, все в резьбе и древесина дорогая, вот у меня возникли вопросы, зачем вот такая цепь нужна, мощная, мне сказали, что якобы эти двери, вот эти шипы на дверях, да, медные, бронзовые, они тут их делают, стальные, кованые, это, чтобы слоны не сломали двери, не зашли внутрь, хотя зачем слонам внутрь, непонятно совершенно, и цепь типа для того, чтобы тоже, она выдержала, если слон будет дергать хоботом двери, пытаться их сорвать или таранить их, чтобы она выдержала, я думаю, неправда, почему, потому что, вы знаете, что я живу в Таиланде, там много слонов, и слоны в дом никогда не ломятся, вообще, в принципе, дом неинтересен совершенно, дом невкусный, они хотят гулять там, где вкусно, ну, ну, it's ok, вот он рассказывает, что тут можно некоторые детали высмотреть, например, вот там арабская вязь, значит, что хозяин имеет арабское происхождение, здесь, кстати, на Зазибаре такая смесь африканцев, индусов и арабов, ну, торговый город, всегда был торговый остров, собственно, да, специи, рабы и драгоценные камни перепродавали, продавали, и вот эта цепь по хантику, она обозначает, ну, с точки зрения нашего, опять же, я могу ошибаться, да, с точки зрения нашего, значит, пьющего гида, она обозначает единение арабской комьюнити, общины, да, диаспоры, ну, типа, что все, все, все друг за друга, опять же, смотрите, не все в Африке, далеко не все бедные, вот, например, дом не бедного человека, да, сразу видно, что дом новенький, за ним следят, его белят, ну, в смысле, сам-то дом старый, но за ним следят, все новенькое, очень, вот, рядом есть прям совсем развалины, вон, почерневшие, вон, видите, вот, а тут, вот так тети одеваются местные, все в черном, как правило, вот, а тут домик прям такой очень ухоженный, видно, что люди зарабатывают прилично, кстати, по поводу зарплаты, если хотите, могу вам сказать, здесь, в принципе, зарплаты российской глубинки, то есть, человек без образования, да, получает, ну, который работает тяжело физически, получает 200, 300, 350 долларов в месяц в среднем, в среднем, привет учителям из провинции российской, если это образованный человек, офицер полиции, если это инженер, юрист, медик, он получает 600, 700, 800 долларов в среднем, в среднем, вот, кредиты, как и везде в мире, они берут под 1, 1,5, максимум 2 процента, а сами понимаете, что на еду у них расходы, конечно же, значительно ниже, чем у нас, ну, и на одежду тут вообще речи никакой не идет, ну, то есть, не такая уж Танзания и бедная страна, как нам показывают СМИ, в принципе, люди живут, как в российской глубинке, только расходы у них значительно ниже, так, вот здесь была английская казарма, здесь жили военные английские солдаты, потом, когда их выгнали, теперь здесь коммуналка танзанийская, то есть, самая обычная коммуналка, как и у нас, только там люди другого цвета, а так все то же самое, а вот очень упитанный араб, ну, он тоже местный, то есть, и индусы, и арабы, они здесь родились, многие там по 10, по 15, по 20 поколений, то есть, они могли сюда приехать, торговать чем-нибудь, с кем-нибудь, веки так в 15-м, и с тех пор тут живут, но, видите, большинство людей в мире националисты, поэтому, собственно, и арабы, и индусы стараются ни с кем не смешивать са, особенно с местными, считают себя, как бы, высшей кастой, богатыми, образованными, и с местными товарищами не смешиваются, поэтому можно очень часто видеть людей, которые говорят на суахиле, между собой идут по улице, но они практически европейской внешности, то есть, ну, белые арабы, белые индусы, происхождение белых индусов, я думаю, знаете, это когда моголы, то есть, те же самые арабы, опять же, завоевали Индию, и там остались жить, но себя не считают индусами, хотя, на самом деле, конечно, этнически они арабы. Вот, кстати, такой момент, похоже на Кавказ, мужчины очень любят сидеть на улице, просто выходить, садиться и просто сидеть, не делать ни хрена, вообще совсем, особенно вечером их много, женщины больше работают, мужчины больше сидят. Сейчас посмотрим тут, вот, смотрите, сколько их, видите, местные бездельники, не всем нравится, когда я снимаю, поэтому я прикрываю камеру рукой иногда, вон тоже местные сидят, работяги, видите, они не похожи на голодных, кстати, я голодных людей тут не видел вообще, и детей тоже голодных не видел, все сытые и ленивые, вот, вот тут тоже, вон, смотрите, сколько сидит работников, ни хрена не делают совсем. Ну, тут фрукты, фрукты стандартные, каких-то экзотических фруктов, новых для меня, я пока не встретил совсем, то есть, пока все стандартно, папайя, манго, ананасы и всякое такое. Мне друзья пишут в личку, спрашивают, что с тетями тут. Ну, вот очередной какой-то арт-хаус, там все то же самое, картины. Вот, друзья спрашивают, что с тетями, сейчас вам расскажу. Сейчас вот эту дверь посмотрим. Ну, это особо выпендрежная дверь, прям совсем красивая. Стоит, я думаю, что очень-очень дорого. Это все ценные породы дерева. Вон там даже что-то типа семейного герба. Так вот, тетя, я видел очень много красивых. Есть и совсем черный, и арабской внешности, и индийской внешности. И вот видно сразу, что те, которые смешанные, они прям совсем красивые. Но здесь много мусульман, много христиан, все сильно верующие. У кого не спроси, ну, то есть, вон, видите, еще бездельники сидят. Атеистов вообще я не встречал пока. Все говорят, да, я христианин, очень сильно верю. Я мусульманин, тоже сильно верю, вот типа нашего Саида, да. Но при этом нарушает все правила, потому что проституция здесь есть, и ее полно. По полной программе она присутствует, как и все виды наркотиков, как и алкоголики. То есть, в принципе, они тоже такие же обычные люди. Но я думаю, что если на самом деле проанализировать, никакие они, конечно, не верующие. Иначе бы они пить и заниматься проституткой не стали. Местные школьники закончили занятия, тусят возле школы. Вон, видите, пух, и не захотел сниматься. Про образование хочу сказать. Довольно образованные люди, то есть, у них хорошая система образования. Все свободно говорят по-английски. Я, наверное, ну, из всех стран, где я путешествовал, наверное, лучший, ну, самый лучший английский местного населения. Hello! How are you? Вот. Причем, ну, хорошо прям говорят. Меня торговцы, у меня не очень хороший английский, к сожалению. Да, я сейчас занимаюсь этим вопросом. Ну, вот меня прям на рынке торговцы, обычные деревенские торговцы, поправляли мою грамматику. Мне было стыдно. Я спрашиваю у всех, почему-то хорошо знаете английский. И сколько у вас племен основных? Ну, дело в том, что, когда в стране несколько крупных племен, они не хотят учить языки друг друга. Вот, они... Сейчас, мы пришли к баням. Давайте вам про английский чуть позже расскажу. Так, это у нас местные арабские бани. Ну, насколько я понимаю, арабы это все переняли у римлян, да, когда разгромили Константинополь, научились мыться. И потом через торговлю умение и желание мыться попало к местным жителям с арабами вместе. Причем, я спрашиваю у местных жителей, ну, как бы от них запаха никогда не чувствовал никакого. Вот, спрашиваю, сколько раз в день мойтесь? Они говорят, минимум три стараемся мыться. Ну, то есть, молодцы. Про личную гигиену ничего плохого сказать не могу. Даже от алкашей не воняет. Совершенно. Нашего Саида я обнюхивал с расстояния примерно 50 сантиметров. Так вот, про английский спрашиваю, почему-то хорошо говорить по-английски. Они говорят, так мы в школе учились. Как бы немножко обидно, да, потому что мы же тоже в школе вроде как учились, но как-то недоучились. Обычно хорошие английские в стране, ну, например, Филиппины, да, где много племен очень, они хотят учить языки друг друга, поэтому все учат английский, чтобы между собой общаться. Или та же Индия, или Шри-Ланка, там там милые сингавы, да, им приходится учить английский. Чтобы говорить друг с другом. Здесь все говорят на сулахили. Племен тоже много, но сулахили знают вообще все. И масай, и банту, и вообще все. Вот, зачем им английский, я не понимаю. Чтобы они между собой говорили по-английски, я не слышал. То есть местные этнические индусы, арабы, банту, масай и все остальные, все говорят на сулахили. Но при этом, вот, подходишь к любому. 90% из них говорит по-английски, причем довольно хорошо. И вот я пытался разные темы обсуждать. Там история, работорговля, колонизация, колонисты, строительство, экономика. В принципе, большинство могут поддержать разговор на эту тему какую-нибудь, да. Ну, то есть с образованием, в принципе, все в порядке у них. Каких-то сильно тупых я пока не встречал, кроме масаев. Масаи туповатые. Ну, или мне показалось, я всего их видел человек 10 пока. Вот, они сильно деревенские и как-то довольно сильно тупят. Если пытаешься с ними поговорить на какие-то отстраненные темы. Ну, вот тут стандартная торговля. Ничего необычного нету. Рынок как рынок. Только улочки узкие, да. Вот. И интересно, что они молодцы. Сделали правильный шаг. Они запретили полностью пакеты. Вот. Сейчас, насколько я понимаю, вот, например, тут ткань в пакете. В целлофане упакована, да. Насколько я понимаю, это уже последние остатки пластика. Потому что сейчас во всех магазинах везде тебе выдают или бумажный пакет, или текстиль. Ну, то есть полотняный какой-то, хбшный, что-нибудь такое. Вот. Это очень правильно. За попытку ввести пакеты, ну, например, вы прилетели, а у вас с собой в чемодане пакеты. Ну, вещи в пакетах, тупо, да. Вот. Если это обнаружится, штраф до 1000 долларов за ввоз пакетов на остров. Не знаю, как на континентальной Танзании. Еще не было там. Но здесь довольно чисто. Вот тоже, смотрите, голодающие сидят. Я говорю, голодных вообще нет в стране совсем. Все сытые. Что-то мне говорят в след, наверное, типа, какого хрена ты снимаешь. Не всем нравится, если их снимают. Я даже не знаю, почему. Вот мы пришли на какой-то рынок. Сейчас посмотрим, что тут расскажу вам. Так, тут у нас рынок специй. Ничего особенного, совершенно. Все стандартно. Ну, вот, не знаю, если вы такие большие бананы видели, то у вас вообще не о чем будет удивить. А вот, эндемиков, специй здесь практически нет. То есть, специи были заведены колонистами, колонизаторами. Это кофе у нас. Вот. И здесь они их культивировали, выращивали и, собственно, торговали. Торговали, торговали, торговали. Потом европейцы уехали домой. А специи так и остались. Вот, собственно, они продают их друг другу, туристам и вообще по всему миру. Наш пьющий Саид говорит, что вообще, вообще кофе, типа, впервые одомашили на Занзибаре. Но что-то я не знаю. Надо будет почитать инфо. Мне кажется, что он не прав. Но, в принципе, они часто преувеличивают. Тут недалеко крепость, которую построили буквально там лет 500 назад. Он говорит, что и 2000 лет. До крепости скоро дойдем. Не все знают, но вот именно так выглядит корица. То есть, корица это от слова кора, да, вообще. Вот, то есть, кора. Дерево ее отдирают. Сушат, она вот так сворачивается в такие трубочки. И потом размалывают. И, собственно, употребляют всем угодно и куда угодно. Вот так она растет. Кстати, вот что хотел вам рассказать. Ну, вы знаете, что в Таиланде нас называют фаранг, да? Точно неизвестно происхождение этого слова. Есть версия, что это франк. Ну, когда французы припыли, тыкали себя, значит, в грудь пальцем, говорили франк, франк. Так стали называть фаранг. Есть вторая версия, что это сокращение. А тайцы очень сильно любят все сокращать. А вот тети сидят. Ну, это тети деревенские некрасивые. Городские есть красивые. Ну, видите, я не могу снимать красивых тетей. Они возражают почему-то. Так вот, тайцы все любят сокращать. И, значит, есть такое слово foreigner, да? Ну, типа приезжий или иностранец. Что это вот они так сократили. Хрен его знает, правда или нет. Ну, вот иностранцев зовут фаранг. В Таиланде, в Камбодже это баранг. Баранг. А здесь зовут Мзунгу. Ну, это вообще во многих странах Африки. Значит, мне рассказали, ну, типа, знатоки в кавычках, что, значит, Мзунгу это белая обезьяна. Что нас так, значит, африканцы дразнят. Я почитал, почитал, это неправда. Потом спросил у местных. Оказалось, да, что действительно это неправда. Смотрите. Значит, жили-были африканцы. Что-то там работали в огородах у себя, пасли скот. И приехали белые. Походили вокруг и уехали. Потом опять приехали, опять походили вокруг и опять уехали. Африканцы не могли очень долго понять, что белые делают, чем они занимаются. Почему они просто ходят вокруг. Ну, потом, когда у них всю родину, все страны отжали, они наконец-то поняли, что происходит. Но было уже поздно, да? Так вот, тут генераторы работают, потому что сегодня света нет. Был ливень сильный утром и вырубило свет. Сейчас пройдем мимо, расскажу вам про Мзунгу. Так вот, про Мзунгу. Значит, сначала так называли... А, Мзунгу это слово, которое обозначает с языков банту. Банту это очень-очень большое племя, которое завоевало когда-то половину Африки. От Южной Африки до Танзании и Северней живут банту. Вот девочка идет со школы, ест мороженое. Так вот, значит, это слово обозначает вращение. Вращение. Мзунгу, да? Получается, что европейцев стали так называть, потому что они ходят по кругу, нихрена не делают, бесцельно. То есть с непонятной целью ходили по кругу, вращались, поэтому их так назвали. Но это не обидное название Мзунгу. То есть не нужно обижаться, если вас так называют. Почему? Потому что со временем вообще слово Мзунгу изменило значение. Так стали называть всех богатых людей вообще. То есть мы европейцы априори для африканцев сразу богатые. Вот мы родились, мы белые, мы уже богатые. Ну, понятно почему. Почему? Потому что они не видели каких-то белых работяг, они видели только работорговцев и всяких там угнетателей, да? Да. На свобьем долги заслят, да. Давайте делимся. Вот. И они друг друга богатых африканцев, сами африканцы, стали тоже называть Мзунгу. Вот как бы такая ситуация получилась. Сейчас мы пришли. Это рынок работорговцев, рынок рабов. Сейчас я разберусь, что-то к чему и вам расскажу. Слушайте, очень прикольно путешествовать в пандемию. Смотрите, сколько людей в музее. Никого нет совсем. Ну, здесь нам рассказывают про историю работорговли на Занзибаре. Занзибар был привалочной базой. И вообще в Африке, в принципе. Вот. Значит, торговать рабами здесь начали впервые отнюдь не европейцы. Это стали делать арабы и индусы. И сами африканцы принимали очень-очень большое активное участие в работорговле. И, кстати, здесь в музее об этом говорится. То есть они не отрицают. Ну вот, рабы занимаются какой-то черной работой. Вот. То есть они не отрицают эту историю, что да, они сами, африканцы, африканцев тоже отлавливали, торговали, продавали, порабощали и делали друг с другом всякое разное. Как бы насилие и продажа взаимно друг друга присутствовало здесь независимо от европейцев и до появления европейцев. Вот тут всякие события рассказываются. Естественно, были восстания. Это вот какой-нибудь богатый видный работорговец сидит арабского происхождения. Вот опять же, смотрите, рабов идут. И тут араб рулит всей темой. Почему именно Занзибар, именно остров, да? Я сначала не мог понять, потом понял, почему. Смотрите, на острове количество населения ограничено, и можно контролировать его. Ну, запугать, например, да, там самых бодрых поубивать. Это вот слоновая кость. Самых бодрых поубивать, и, в принципе, ты в безопасности, потому что у большинства коренного населения флота нету. Это вот охотники за слоновой костью. Флота нету, соответственно, они не могут на тебя напасть с континента неожиданно. Если у тебя база на континенте, ну, это, видите, относительно недавние фоточки, 1892 год. Вот, если ты на континенте, то на тебя может напасть, в принципе, неограниченное количество людей. Это не очень приятно. А вот, смотрите, семья работорговцев, да? Или нет, это не семья, это группа. Почему я так решил? Потому что вот этот явно арабчик, а это местные работорговцы, видите? То есть черные, которые торговали черными. В принципе, это все вполне реально. Вот сейчас мы в этом форте. Это, собственно, был и форт, и рынок рабов одновременно. Вот. Но тут картинки, которые вы уже видели в школьных учебниках. Как перевозили, кандалы, все-все остальное. Вот, опять же, видите, здесь... А, вот эта крепость, я прямо возле нее живу. Вот прямо совсем возле нее. Сейчас дальше посмотрим на нее. Я каждое утро завтракаю с видом на эту крепость. Это, опять же, построили арабы. Ну, это известная картина, когда смотрят зубы. Вот. В принципе, сейчас так бегло осмотрим. Ничего нового для нас, в принципе, здесь в музее нет. Вот, пожалуйста, тетя богатая. И вот тетя богатая. В общем, в принципе, независимо от цвета кожи и вероисповедания, люди торговали людьми. Вот богатый араб с копьем. И опять это же здание, где мы сейчас находимся. Я спросил Саиды, знает ли он, что русские тоже были рабами. Причем у русских же довольно долго. И что относительно недавно русские стали свободными. Да, что освободили перепастных крестьян. Что их можно было убивать одно время. Мучить, пытать. Потом запретили. Ну, кстати, в черной работорговле тоже были периоды. Этого тропу спиливают кандалы. Тоже были периоды, когда... А это вот... Там написано Суахили почему-то только. Без английского. Видимо, товарищ этот негодяй вот этот вот хвастается товаром своим. Или он их освободил. Извините, ты не знаешь, что случилось? Что происходит? Что происходит? Что происходит в картинке? В картинке? Я не знаю, что они... Но ты знаешь Суахили? Да, Суахили. Но они не объясняют? Нет. А, они не объясняют, что тут. Просто картинки. Вот могу вам красивую тетю показать на картинке. Вот таких тетей тут довольно много ходят по улицам. Но они, естественно, не так одеты. Но тетей красивых много. Снимать их, конечно, так вот прям останавливаться. Их останавливать и снимать как-то неудобно. А это какие-то местные бары, невидимые. А, вот опять я живу здесь. Вот башня от крепости. Вот еще одна, да? Я где-то прям вот рядом. Похоже, я вот здесь живу. Так, а это мы спустились в подвал. Как раз проверяем. Новый айфон действительно может что-то снимать почти в темноте. Тут цепи остались. Но я думаю, что это уже недавно. Сюда. Он говорит, что оригинал. Но я что-то не верю. Вот здесь держали свой живой товар. Получается, арабы, африканцы, индусы. Тут очень душно. Там вот две маленькие щели для воздуха. Я представляю, тут будет набито много народу. Тут нам дышать вообще не о чем совсем. И здесь несколько комнат. Вот они все такие. Какая-то яма. И зачем яма, интересно? Вот здесь. Он говорит, что здесь были рабы. Ну, короче, он тоже не знает, что это такое. Но, в принципе, понятен. Место ужасное, конечно. Ну, тут местный художник, скульптор сделал статую, посвященную людям, которые умерли от рабства. Ну, вот, собственно, рабы сидят в яме, закованные цепями. Все, конечно, ужасно. А тут вот школа и местные школьники. То есть, сядут. Сейчас я их незаметно сниму, а то они уже на меня все смотрят. Вон они сидят. Ну, кстати, дети все крайне упитаны выглядят. Прямо крайне упитаны. Мифы о том, что вся Африка голодает, это, конечно же, в основном нагнетает СМИ. Нет, возможно, где-то кто-то голодает, но не на Занзибаре точно, 100%. Здесь все растет, цветет и пахнет. Круглые сутки, очень много рыбы. А вот, смотрите, тоже больницы, видите? Двери такие серьезные, как везде. И прям больницы вон сверху, пониже. То есть, все прям серьезно построено. Вот, детей голодных я не видел пока. Даже собаки и кошки довольно сытые. Внутри церкви все стандартно, в принципе. Ничего такого сильно отличающего от Европы нету. Извиняюсь. Так вот, да? Вот, все обычно, но... Смотрите, я пошел в церковь, мне Саид говорит. Пожалуйста, не проси меня идти за тобой. Мне туда нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, ты что, я же мусульманин, нельзя в церковь заходить. Я говорю, а то, что ты с утра в говно уже. Мы с 9 утра гуляем. Он говорит, ну это как бы ладно. А в церковь ему нельзя. Видите, такое избирательное мусульманство у него. Ну и, впрочем, как у многих местных, насколько я заметил. Тут все стандартно, поэтому не пойдем дальше. Я думаю, вы в таких местах бывали и не раз. Так, тут у нас вторая церковь. Вот, имеет более классический, готический вид. Ну, довольно старая, но служба в ней проходит каждый день. Я прям тут живу рядом. В воскресенье в 6 утра они пели тут на всю Ивановскую молитвы. Вот, поэтому надействующее. Но, видимо, христиан тут мало или они беднее, чем мусульмане. Поэтому не скидываются и на побилочку деньги не тратят. Вот, все там переди тетя стоит. Вот она повернулась. Она альбинос. И альбиносов я видел тут уже несколько раз. Вот, и они живые. Живые. Вот, смотрите, она живая. Видите? Дело в том, что, ну, кто не в теме, да, в очень многих журналах, типа, там, Вокруг света, какие-нибудь интернет-издания, эти инстаграмы, ютубы всякие, все везде вот эту запустили легенду, что здесь прям в Африке, во всей Африке охотятся за альбиносами. Потому что, значит, они или колдуны, по одной версии, их надо срочно убить. Вот. Или их мясо, органы обладают какими-то волшебными свойствами, и поэтому их тоже надо срочно убить. В общем, похоже, что это неправда. Это вот крепость, которая возле моего дома. Там вон еще одна башня. И вон дальше там еще одна башня, вон, видите, да, ее? То есть она, ну, не прям большая, такая маленькая. Вот. Сейчас зайдем внутрь, почитаем, кто построил, когда. А то нам этот товарищ Саид затирает, что ей 2000 лет уже. Понятно, что нет. Но крепость прикольная. Причем, ну, в довольно хорошей сохранности. Видно, что ее, слава богу, не реставрировали. Как, например, римский форт в Грузии взяли и заново отстроили весь. Все испортили. Тут она прям в это, в идеальной сохранности. Вот мы внутри сейчас. Хорошая сохранность. Но, как это часто бывает, ну, то есть она совсем маленькая, такая уютная крепость. Тут прям, наверное, было очень приятно прятаться и отбиваться от всяких гикарей. Построили ее арабы. Именно арабы, которые занимались работорговлей. Ну, видимо, местные жители их не очень любили. Вот. Но никаких дат здесь нету вообще. Я нагуглю, и мы потом просто напишем тут дату. В каком году, кто ее построил. Крепость совсем маленькая. Вот там вот табличка, написано, кто построил, но не написано, когда. Вот. И вот тети сидят под манго деревом в тенечке. Я говорю, когда построили, они говорят, мы не знаем. В общем, тети тоже ничего не знают. Но крепость прикольная очень даже. И сохранность, ну, не знаю, почти, не знаю, процентов 90 сохранность именно стен и башен. То есть прям практически идеал. А вот тут за крепостью такое сооружение. Видите, да? И местные алкогиды рассказывают всем, ну, кстати, вот Саид не стал мне это втирать, что это, типа, для работорговли, что вот тут на скамейках сидели, значит, покупатели, а туда выводили рабов там, группками или по одному. и, значит, аукцион устраивали. Но вот тут, собственно, легко понять, что это все отлито из бетона совсем недавно, и никакой работорговли тут уже в это время не было. Он сказал, что здесь просто проводят городские фестивали, всякие постановки, спектакли, концерты и всякое такое. и ничего более. Тут сувенирная улица, и вот эти маски много, да? Мы им часто придаем прям огромное значение, что в этих масках живут духи, они там злые, добрые. Вот если ты не ту маску себе купишь, всей семье Карачон, значит, их делают тут же, за углом. Сейчас пойдем посмотрим, если там разрешат снять. И сами люди, которые делают, их сами же придумывают тут же, и они понятия не имеют, что они обозначают, что для чего и откуда. Вот, может, где-то в племенах можно купить натуральные, настоящие, которые делали действительно шаманы для чего-то, туда вселяли каких-то духов, проводили какие-то обряды. Но вот все, что продают в доступности для туриста, это все новоделы и фейки, которые никакого отношения к магии, шаманизму, вуду-магии не имеют, к сожалению, вообще. И люди, которых делают, нихрена об этом не знают, совсем, вообще. То же самое с копьями. Мне рассказывали, что мы купили копья, на этом копье 10 смертей, настоящий воин, Масай, убивал людей этим копьем, траля-ля. Ну вот, тут, вот, берем копье, это, смотрите, опа-опа-опа. И не то, что никого не убить, и вообще ничего сделать невозможно, это какая-то, ну, просто жесть. Ну, в смысле, жесть имеет в виду железо, да, то есть, жестянка, какая-то, какой-то спав, очень мягкий и легкий, никакого отношения к оружию не имеет совершенно, совсем никак вообще. Такая торговая улочка, тут много таких, в принципе, весь город из таких улочек состоит, и туристов почти что нету, вон две тети идут впереди, и все, и больше нету, и я один, это приятно, конечно. Вот, говорят, что в обычные времена не ковидные, тут прям миллионы туристов, топы, очереди, и все такое. Ну, вот, керамика, к сожалению, тоже новодельная и просто застаренная, то есть, здесь товаров каких-то действительно интересных, достойных внимания, к сожалению, нету. Мы идем, насколько я понимаю, в последнюю точку нашего сегодняшнего путешествия. короче, здесь родился и довольно долго жил товарищ, которого зовут Федька Ртутный или Фредди Меркури. Видите, опять, сколько сидит голодных людей. Вон еще сидят, трепятся, бездельники. Никто ни хрена не делает. Вот, Саид уже выпил пивка, и вот теперь он совсем не очень. он только что продал, он только что кинул пакетик с чем-то, а другой дядя подобрал, если вы понимаете, о чем я. Так вот, здесь родился и жил Фредди Меркури. И, естественно, все говорят, что он жил именно вот в нашем соседнем доме, именно у нас. И за деньги туда пускают. Так вот, Фредди Меркури. Есть 5 или 6 домов, я уже насчитал, где он точно жил, 100%. Ну вот, Саид говорит, что он знает настоящий. Мы сейчас пойдем смотреть. Но тут у нас церковь. Сейчас посмотрим церковь очередную. Он сказал, что надо обязательно посмотреть, внутри очень красиво. Ну, сейчас глянем. Так, сейчас я покажу вам. Примерно так это выглядит. Я атеист. Ты знаешь, атеист? А? No religion. Спросил, христианин ли я? Я сказал, что я атеист. Но я думаю, вы поняли. Сейчас он откроет, посмотрим, что там внутри. 25 декабря 1898 года. Перестроено, 62 построено. 1862. Вон, тут поприкольнее, чем в той, которую мы раньше смотрели. ну вот интересно, я хочу прийти утром, воскресенье, в 6 утра на молитву воскресную. я видел много раз по телевизору, как вы все, что они танцуют, когда молятся, да, поют песни хором. Вот, это у нас, насколько понимаю, здесь на Рождество куколки выставляют. Деву Марию, Иисус Христа. Вот, я хочу посмотреть, поснимать, если снимать, конечно, разрешат. и потом попозже выложу. тут, в принципе, опять все стандартно. Ничего особенного военного нет. Идем в дом, один из домов, возможно, настоящий, Федьки Ртутного или Фредди Меркури. Так, это мы срезаем дорогу по совсем каким-то убитым переулкам с нашим мусульманским алкоголиком и, как выяснилось, только что наркоторговцем. Вот. Он мне признался, что, да, типа, приторговывает и сказал, что у него самый лучший кокаин по 70 долларов за грамм. Что-то я не верю, я не особо разбираюсь в наркотиках. Мне кажется, это какой-то фейк. Какой-нибудь стрептоцит толченый, от которого можно отъехать, наверное. Вот, кстати, а соусом очень яркое. Одна из дверей выпендрежных. Пока идем, расскажу вам. Смотрите, ну, кто был в Таиланде, вы знаете, что тайцы никогда ничего не делают вовремя и всегда, когда вы говорите, блин, какого хрена, вы же сказали в 10.00. А сейчас уже 15.00, ничего не произошло. Вот дверь опять. А тайцы говорят маппин рай, да, типа, не волнуйся. Вот местные ростоманы, наркоторговцы. Вот. А здесь говорят акуна матата, вы в мультике видели 100%. Значение то же самое, как и маппин рай, типа, не волнуйся, never mind, все хорошо. Вот. И сейчас пропустим транспорт. Вот. Из всех стран, где я был, а я много где был, вы, наверное, знаете, да, вот из всех мест, где я был, здесь самый-самый медленный сервис в мире. они все адски долго делают, очень долго. Мы, когда приземлились в аэропорте, нам визы выдавали три часа, и причем я был в очереди одним из первых. Я посчитал, что на одного человека офицер таможни или что там, иммиграционной полиции, да, тратил... тратил 20 минут в среднем на одного человека 20 минут, представляете? Вот он говорит, что мы пришли, что это настоящий дом Фредди Меркури, типа он родился и жил здесь, а не там, где расклеены плакаты и берут деньги за вход. Поэтому, если среди вас есть фанаты, можете... оп, так ничего не видно. Сейчас. Если среди вас есть фанаты, можете сейчас даже всплакнуть немножко, потому что возможно, что здесь он действительно жил. Ага. он говорит, что его папа тут родился и вырос, он, типа, знаком. Вы знаете фанаты Фредди Меркури? фанаты. Верно? Да. И где его фанаты сейчас? Девочка, где Федька? А? Девочка, во-первых, пакеты запрещены, во-вторых, где Федя? Покажи, где спал Федя, быстро. Не покажи. Я думаю, что вот тот балкончик был любимым местом игр Печи Ркутного. Скорее всего, так. В общем, посетили мы все святые места, церкви, мечети. Я не стал заходить, меня там, меня оттуда в шортах прогонят, я в шортах сегодня. Идем кушать, сейчас вам расскажу немножко про еду местную. Итак, вот у нас якобы дом Феди. И мы идем, я покажу вам просто один большой плюс этого города. Так-то он, в принципе, не очень приятно выглядит, но он очень атмосферный. Но у него есть один серьезный плюс, ну, по крайней мере, для людей, которые живут сейчас в серой мгле в России, я имею в виду зиму, вот, есть один серьезный плюс, это теплый, чистый, ну, реально прям совсем чистый океан, то есть здесь даже пакетов никаких не плавает, это странно, но это так. И можно прям выходить из дома и купаться. Вот, пожалуйста, пляж, водичка прям очень чистая, прям совсем. И вот тут кафешка, можно тут перекусить. Сейчас мусульмане растаманы исполнят. мусульмане 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Остальное все можно DimaTorzok